Современную жизнь трудно представить без рекламы. Она везде и качественная, и плохая. На телевидении, в средствах массовой информации, в интернете, на улице. Если на других источниках можно переключиться, перевернуть страницу, то от засилия наружной рекламы никуда не денешься. Ее вешают, устанавливают, где хотят. Орфография текстов также оставляет желать лучшего. В соответствии со статьей 20-й закон о государственном языке, текстовый весок, объявлений, ценников и другой наглядной, а также устной информации, оформляются, объявляются на государственном языке и могут быть продублированы на других языках. Но, как мы видим, не все следуют данным правилам. Этот вопрос был рассмотрен на видеоселекторном аппаратном совещании Хакимиата области. В настоящее время рабочей группы областного Хакимиата ведется работа по упорядочению наружной рекламы. Ряд недостатков в этом направлении зафиксирован в городе Самарканде и Самаркандском районе. Самаркандском районе. Самаркандском районе. Самаркандском районе. Ответственным лицам данные поручения в течение 15 дней исправить все недостатки. Отмечалось, что должен быть баланс между бизнесом и самим пространством города. Далее обсуждены выполняемые работы в рамках госпрограммы «Обод Хышлох» и «Обод Махала». Участники были проинформированы о результатах проведенного мониторинга рабочей группой. Так не решаются обращения жителей Махале и сел, внесенных в госпрограммы. В частности, заявление поступает из города Самарканда, Ургутского, Агдаринского, Самаркандского, Паярыкска, Постаргумского и Катакурганского районов. В основном заявители обращаются по проблемам, связанных с питьевой водой, электричеством и дорогами. Продолжение следует... Руководителям секторов поручено взять под контроль проведение всех работ. Данная тема спустя некоторое время будет вновь изучена. По отношению к ответственным лицам, не выполнившим работу согласно программам «Обод Хышлох» и «Обод Махала» будут приняты соответствующие меры.